Колючие лапки, статная голубая, красотки в катках, малютки сосны. Покупателю есть где разгуляться. Деревья на любой вкус и цвет разлетаются на ура. Город буквально усыпан точками продаж. Куда ни глянь, тут и там расположились предприимчивые продавцы. План реализации для каждого лесничества 350 единиц. Без ёлки не останется никто. «Большинство людей, многие приходят, несколько лет стояла искусственная ёлка. Отказываются от искусственных, покупают живую, потому что надоело. Нет запаха, нет той новогодней атмосферы». Ценовой диапазон на любой кошелёк. До метра обойдётся в 9 рублей 60 копеек. Любители повыше отдадут от 12 до 24. Ель в катке также выйдет в 24 рубля. По окончанию праздников её можно высадить на участки. После покупки выдаётся специальная квитанция – гарант того, что дерево срублено сотрудникам лесничества и приобретено легально. А вот за самовольную добычу физлицы заплатят от 185 до 1110 рублей. ИП – до 7400. Юрлицы и вовсе могут отдать свыше 11. «Чаще пользуются спросом ёлочки длиной от 1 метра до 2, а также ёлочки в катках с корневой системой до метра, небольшие. Также спрашивают букеты новогодние, просто веточки просят». Приобрести главное украшение праздника можно на Минской 22 и 54, проспекте строителей 88, 50 лет в ЛКСМ, а также возле входа на центральный рынок. Всего 8 точек с пушистыми и ароматными красотками. Время работы с 10 до 19 ежедневно. «Каждый год предпочитают только живую ёлку, искусственную. Пока нет. Да, некоторые жалуются, что иголки осыпаются. Но если правильно установить, то она очень долго даже может и просуществовать». «Во-первых, цена, а во-вторых, живая пахнет вкусно. Свежий дом передаёт атмосферу. Чем больше, тем лучше. По шесть, по два метра можно». Новый год дракона обещает привнести в жизнь изобилие, процветание и жизненную энергию. Чтобы чешуйчатый был благосклонен, рекомендуется украшать ёлку в красных и золотых цветах. А после всех приготовлений загадать заветное желание. Юлия Вернер, Дмитрий Шевцов, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360.